Что такое леверидж? Это торговля заемным капиталом, когда вы не идете с кредитными деньгами на рынок ценных бумаг, когда вы машину закладываете, когда вы квартиру закладываете, когда вы используете маржинальные счета у брокеров. То есть это просто торговля не на своим. Тем самым вы с одной стороны увеличиваете объем позиции и потенциальную доходность, но точно так же вы увеличиваете риски. Если вы торгуете на свои и акция упала в цене, то в этом случае страшного ничего нет. Компания может вам сгенерировать прибыль, заплатить дивиденды, восстановиться в своей цене в конце концов в долгосрочном периоде. Если же вы использовали заемный капитал, вы попадаете на маржин колу. И я думаю, что именно опасность 2021 года заключается в том, что сейчас беспрецедентные просто объемы длинных позиций физических лиц, которые сделаны с левериджем. Начинающие инвесторы по правилам комиссии по ценным бумагам и биржам, и в России тоже эти правила действуют, первые полгода должны торговать с плечом 1 к 1. Это значит, что если у вас есть 1 миллион рублей на счете ДПО, то вы можете открыть позицию по акции на 2 миллиона. То есть больше вам не дадут таковы правила. От 3 до 6 месяцев должен пройти временной промежуток, чтобы вам присвоили статус клиент с повышенным уровнем риска. Вы должны доказать, что вы можете оперировать этой маржой. И тогда вам будет увеличена леверидж до 1 к 3. То есть на 1 миллион собственных денег вы можете открыть позицию на 3 миллиона в 3 раза больше. Так вот, в чем заключается опасность? В том, что очень большой приток частных инвесторов на фондовый рынок, что американский, что европейский, что российский, он пришелся именно на 2020 год. То есть промежуток времени составляет у нас сейчас, с лета начался приток, то есть получается где-то порядка от 6 до 10 месяцев, когда частные инвесторы приходили. Они приходили еще, не работали агрессивно с левериджем, но уже использовать его начали. И соответственно у очень многих инвесторов сейчас появляется законная возможность быть клиентом с повышенным уровнем риска, взять повышенный займ. То есть вам брокер может предоставить плечо, потому что исполняются законодательные требования, что вы уже проработали там 3-6 месяцев с заемным капиталом, поэтому вам в принципе можно предоставить такую возможность. Брокеры будут только счастливы, то есть брокер вообще рисков никаких не имеет, берет деньги у других инвесторов, предоставляет вам, если вы торгуете с левериджем, и соответственно, если вы торгуете с левериджем, то это очень соблазнительно. Акция вырастает на 10%, с плечом 1 к 3, у вас прибыль будет 30%. Почему заключается опасность? Потому что я считаю, что мы в ближайшее время сможем увидеть коррекцию по рынкам минимум в пределах 30-40%, чтобы, соответственно, вся вот эта вот толпа, которая сейчас увеличила объемы маржинального кредитования, которых признали клиентам с повышенным уровнем риска, они набирают сейчас свои позиции с плечами, они платят, во-первых, гарантированно деньги брокерам, но если с третьим плечом вы стоите в открытой позиции, в длине, то коррекция ценной бумаги на 20% приводит к тому, что брокеры начинают ваши позиции закрывать принудительно. Что значит закрывать принудительно? Это значит, что хотите вы того, не хотите вы того. Если у вас нет дополнительных денег для того, чтобы эту позицию удерживать, вам принудительно закроют позиции, когда акция упала, на 20%, ваш убыток при этом гарантированно будет 60%, потому что рынку нужна ликвидность, что Федеральной резервной системы не хватает уже сейчас его печатного станка для того, чтобы удерживать даже краткосрочные облигации на плаву, и поэтому фондовый рынок будет принесен жертву. То есть сейчас пиковые нагрузки, пиковое число частных инвесторов приходит на рынок ценных бумаг и начинает использовать заемный капитал. Соответственно, именно эти люди будут решаться этих денег для того, чтобы погасить проблемы, которые у нас возникли в случае с коронавирусом. Опять же, я красными буквами написал, что леверидж, риски заключаются в том, что если вы инвестором являетесь спокойным, долгосрочным, но у инвестора открыта долгосрочная позиция с использованием левериджа, то когда происходит резкое снижение цены акции, по которой открыта такая длинная позиция, это приводит к тому, что вы, во-первых, продаете классные защитные активы, которые могут быть у вас в портфеле для его стабилизации, которым вы, ну, фактически, вы готовились к просадке, да, у вас есть надежные активы, вы ждете падения. И у вас просто этих активов, когда все упадет, то есть чтобы докупать, у вас этого не будет, потому что у вас леверидж элементарно это все съест за счет того, что принесет вам значительный убыток. Поэтому, когда происходят резкие колебания, да, удержать свою позицию невозможно. И происходит очень серьезная разбалансировка инвестиционного портфеля, которая приводит к потере. Редактор субтитров А.Семкин